Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Еженедельное совещание у главы муниципального образования. В области высадился студенческий десант. Операция «Пешеход» завершена. Брейн-ринг на экологическую тематику. Специалисты Россельхознадзора совместно с таможенниками выявили на рынке Тихвинский в Смоленске более 114 килограммов запрещенных к возу в Россию товаров из стран, попавших под действие ответных экономических мер. В частности, были установлены факты реализации испанского винограда, киви, апельсинов, хурмы и других фруктов. Санкционная продукция была изъята и уничтожена прямо на территории рынка. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. На заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения был принят ряд мер по предотвращению ДТП на автодороге Десногорск-Якимовичи. Обращение с аналогичными мероприятиями подготовлено и в адрес Рословского района, к которому относится этот участок дороги. С учётом этих мероприятий, с учётом дополнительного привлечения внимания автолюбителей к движению на этом участке дороги, который уже стал небезопасным, я надеюсь, что нам удастся всё-таки снизить напряжённость на этом участке дороги и предотвратить в будущем дорожно-транспортные происшествия. С 16 января в нашем городе инициирована процедура формирования нового состава общественного совета. Свои предложения по кандидатурам могут направлять некоммерческие организации Десногорска в адрес главы муниципального образования. До 1 марта специалисты Комитета социальной защиты населения принимают заявки для участия в городских конкурсах по охране труда за 2016 год. В номинациях «Лучший уполномоченный по охране труда» и «На лучшее состояние условий охраны труда в организациях и учреждениях города». Хочу обратить внимание, что в оценочные таблицы внесены изменения, поэтому если у тех, кто будет подавать документы, возникнут вопросы, то обращайтесь в отдел соцзащиты 102 кабинет или по телефону 712-33. В инженерной олимпиаде, которая прошла 22 января, приняли участие 45 учеников. Результаты будут известны через неделю, а 12 февраля состоится второй этап олимпиады. Победители получат целевые направления в ведущие энергетические вузы страны. Обращаем внимание выпускников прошлых лет, что произошли изменения в сдаче единого госэкзамена. Заявление необходимо подать до 1 февраля в Комитет по образованию. «Они теперь будут сдавать экзамены только в досрочный период. Это март и апрель месяц. Поэтому нужно решить сейчас вопрос для выпускников прошлых лет, прийти, подать заявление с тем, чтобы потом все эти документы мы отправили в город Смолен». Специалисты военкомата проводят первоначальную постановку граждан на воинский учет. Всего подлежит постановке 139 человек. Эпидемия гриппа в Смоленской области отступает. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что рост заболеваемости зарегистрирован только среди детей. В Десногорске в 8 случаях из 10 исследованных подтвержден диагноз «грипп». Это все дети до 8 лет. Сейчас эпидемия завершается, однако исключать вторую волну вирусной атаки нельзя. На базе железнодорожной больницы Смоленска открылось новое отделение противоопухолевой терапии. Оно рассчитано на 30 коек и призвано максимально расширить онкологическую службу в регионе. Здесь проходит лечение жителей из разных районов области старше 15 лет. Акция «Студенческий десант» проводится в Смоленской области уже в четвертый раз. Ее участников ожидает знакомство с работой подразделений Управления внутренних дел. О том, в каких отделах полиции побывали студенты, расскажем в нашем сюжете. В этом году в акции приняли участие более 50 человек из различных высших и среднеспециальных учебных заведений. Были запланированы экскурсии и рейды. Несколько юношей и девушек отправились в рейд с инспекторами Дорожно-патрульной службы ГИБДД. Другая группа студентов посетила Центр управления нарядами УМВД. Еще несколько участников акции познакомились с работой подразделений по делам несовершеннолетних. В рамках акции также прошли рейдовые мероприятия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и народными дружинниками. Студенты познакомились с работой управления по вопросам миграции и экспертно-криминалистического центра. Посетили Ситуационный центр ГИБДД и Музей истории Смоленской полиции. Как нам показали, провели нам экскурсию. Работа у них столь сложная и опасная довольно-таки. Как ты считаешь, что самое сложное именно в их работе? На мой счет, это стоять и в жару, и в холод. В завершении мероприятий акции студенты задавали вопросы сотрудникам полиции. Их интересовали критерии отбора на службу. После более тесного знакомства с работой правозащитников студенты признали, что она не только полезная для нашего общества, но и очень интересная. Рано утром 24 января на автодороге Десногорск-Якимовичи произошло очередное ДТП. Здесь столкнулись автомобили Нива и ВАЗ-2114. Водитель ВАЗа, двигаясь в сторону города, не справился с управлением на скользкой дороге и совершил столкновение с двигавшейся по встречной полосе Нивой. В результате ДТП пострадал маленький ребёнок-пассажир и женщина 1980 года рождения. С 16 по 22 января в Десногорске проходило профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение случаев ДТП с участием пешеходов. Подробности далее. Во время акции особое внимание сотрудники полиции обращали на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, и на водителей, не уступившим дорогу пешеходам на переходах, а также скоростному режиму, учитывая сложные дорожные условия. За неделю было выявлено 35 нарушений. 20 административных протоколов составлено на водителей, не уступивших преимущества в движении пешеходам на переходах. 15 – на самих пешеходов. В том числе зарегистрировано одно нарушение за передвижение пешеходам по проезжей части без светоотражающих элементов. А некоторые водители проезжают пешеходный переход задним ходом, даже не обращая внимания на пешеходов. В данной ситуации водитель транспортного средства нарушил требования правил дорожного движения в части пункта 8.11.8.12. То есть при движении задним ходом осуществлял движение через пешеходный переход, что запрещено правило дорожного движения, ответственность за которое предусмотрена статьей 12.14, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. То есть при движении задним ходом водитель должен был убедиться в безопасности маневра и не создавать помех для движения пешеходов. Госавтоинспекторы рекомендуют неукоснительно соблюдать 14-й пункт правил дорожного движения и напоминают, что подобные профилактические рейды будут проводиться регулярно. Уважаемые водители транспортного средства, при приближении к пешеходным переходам убедительная просьба снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов на пешеходных переходах. Также особое внимание хотелось бы уделить пешеходам, также при подходе к пешеходным переходам убедиться в отсутствии транспортных средств, проезжающих пешеходный переход. Надеемся, что в Десногорске не пострадает ни один пешеход, ведь даже наши собаки знают, где переходить проезжую часть. Сегодня, 25 января, отмечается Общероссийский день всех Татьян и студентов страны. Татьянин день – один из немногих праздников, не являющихся официальными выходными, но который широко отмечается по всей России. Праздничные мероприятия, посвященные как Татьянам, так и студентам, проходят практически во всех городах. Мы не знаем, сколько в Десногорске студентов и сколько Татьян, не говоря уже о Татьянах-студентках, но очень надеемся, что сегодня они принимают теплые слова самых замечательных поздравлений. Жизнь ребят в Доме детского творчества наполнена разными традициями. Одно из любимых десногорских детворой мероприятия «Зимние забавы» прошло 23 января. Ребята поиграли в русские народные игры и веселые эстафеты. Закончился праздник сладкими сюрпризами. А 24 января в Доме творчества юные десногорцы соревновались в знаниях о природе Смоленского края. Подробности прямо сейчас. В игре принимали участие воспитанники Дома творчества, Центра «Солнышко» и учащиеся художественные школы. Всего четыре команды. Подобные мероприятия в Доме творчества проводятся впервые. Мероприятие по экологической тематике «Брейнринг» было организовано специально для обучающихся, потому что в 2017 году отмечается Год экологии. Игра состояла из трех раундов. Вопросы не выходили за рамки школьной программы и в основном касались природы Смоленского края. За правильные ответы каждая команда получала баллы. Знания участников оценивала жюри под председательством ветерана педагогического труда Нины Поповой. Приятно, что школьники изучают природу своего родного края и изучают ее животных и растения, знают знаменитых наших путешественников, как Козлов и Пржевальский. За прекрасные знания в области экологии родного края первое место получила команда воспитанников Дома творчества под названием «Зеленый ореолог». Ну, захотелось поучаствовать, попробовать себя, ну, свои знания. Ну, так получилось. Создали команду. Вопросы были интересными, и игра вся мне понравилась очень сильно, было интересно. Мы очень хотели победить. Для меня вопросы были некоторые сложные, некоторые не очень, но мне все понравилось. По результатам набранных баллов на втором месте оказались Глашатая природы, а третье место досталось команде «Земля». Организаторы мероприятия планируют сделать подобные игры традиционными. На Смоленщину возвращаются морозы. В ночь с 24 на 25 января в регион с севера пришел холодный атмосферный фронт. Он принес снегопады, метели и мороз. Северный ветер при порывах будет достигать 14 метров в секунду. А к выходным днем опять ноль, ночью до минус пяти. И в заключение выпуска наша афиша. 26 января в выставочном зале историко-краеведческого музея «Феникс» состоится открытие выставки творческих работ десногорских художников Власовых. Всех желающих ждут к 18 часам. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. desnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и новых тем для новостей. Благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова